С сегодняшнего дня мы решили начать цикл передач, посвященный нетрадиционным методам медицины. Многие из нас порой не знают, куда и кому обратиться за помощью, для того, чтобы не только поправить свое здоровье, но при этом и не навредить себе. Мы в доступной форме постараемся рассказать вам об этом и познакомить с врачами, имеющими действительно медицинское образование и достаточно большой опыт работы. На мой взгляд, мы можем много взять от окружающей нас природы в лечебных и профилактических целях. Поэтому в дальнейшем мы планируем открыть рубрику «Зеленая кухня», где вы узнаете старинные народные рецепты приготовления супов, салатов и других блюд, основанных исключительно на травах, овощах и фруктах. Наши советы достаточно легки и просты в употреблении. Мы постараемся рассказать о тех рецептах, которые вы сможете приготовить дома без особого труда. Всё-таки одним из основных принципов долголетия, я считаю, употребление натуральных продуктов, плюс обязательное условие, положительный психический настрой. Но, к сожалению, порой мы неразумно расходуем свой жизненный потенциал, наживая себе множество серьёзных проблем и болезней. И как оградить себя от ненужных стрессов и переживаний, мы постараемся дать несколько рекомендаций. И я думаю, каждый из вас найдёт свою истину и сделает единственный правильный выбор. Первая наша встреча состоится с врачом-рефлексотерапевтом Крайновым Алексеем Николаевичем. Он имеет диплом врача с 1980 года. Свою работу начал участковым врачом, затем продолжил специализацию по невропатологии и рефлексотерапии. По мере накопления информации занимался изучением восточной философии и медицины. Последние пять лет применяет в практике комплекс рефлекторных методов лечения, совершенствуя с каждым годом своё мастерство. А теперь давайте знакомиться. Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о своём методе работы. Как пришли к такой системе лечения? Я думаю, что начать надо с того, что я уже имею 15-летний опыт работы в медицине. И за это время я успел поработать в различных звеньях медицины, будем так говорить. Я работал участковым врачом, я работал в стационаре, я работал на скорой помощи. Ну и, конечно, я, в общем-то, увидел все недостатки нашей медицины. О них, я думаю, знают все, потому что все ходят в больницы, в поликлиники. Все видят, как там, как правило, как там к ним относятся, начиная с вешалки, начиная с гардеробщицы, начиная с медсестры, начиная с врача, у которого нет совершенно никакого времени для того, чтобы уделять достаточное внимание именно больному человеку, пациенту. То есть как-то поднять его дух, как-то помочь ему, как-то его... Ну, действительно, много времени в современной медицине, в нашей, тратится на какие-то канцелярские дела, на заполнение бумаг, на заполнение истории болезни. Вы занимаетесь именно нетрадиционными методами медицины. Что подразумевает? Да, безусловно. Еще со студенческих пор я стал заниматься восточными методами единоборств, то есть карате, ушу. Ну и мне повезло с учителями. То есть эти учителя настроили меня сразу на то, что любое занятие восточными практиками, единоборствами или еще чем-нибудь, прежде всего, направлено на то, что человек должен изменить самого себя. То есть, во-первых, дается представление человека как о едином целом, как о человеке едином целом со всей Вселенной, с окружающей его природой. Это во-первых. А во-вторых, представление о цельности самого организма. То есть наша медицина, западного образца, она базируется на представлении о механистическом человеке. То есть человек, он как бы состоит из разных органов и систем, которые, ну, просто базируются в одном теле. На самом-то деле это не совсем так. Кстати, именно от этого и узкая специализация в медицине. У нас же есть гастроэнтерологические центры, которые лечат главным образом желудочные проблемы. Есть кардиологические, у нас, допустим, центры и так далее. Там узкая специализация. Я считаю, что это неправильный подход, потому что человек — это единое целое. Это не скопище каких-то органов и систем, и нельзя лечить отдельно сердце, не леча всего человека в целом. Так вот, нетрадиционные методы лечения, я думаю, что лучше их назвать традиционные, потому что они-то как раз идут с древности. Вот они-то как раз и показывают человека как единое целое. Они говорят о том, что причина любой болезни заключается в нарушении энергообмена. Какой метод лечения был применен именно к вам? Я думаю, что это несколько методов, потому что, опять-таки, в отличие Алексея Николаевича от многих традиционных врачей, вы знаете, они лечат больное место, что называется, больной орган, и при этом не сильно задумываются, как себя ощущают все остальные в это время места. А он, прежде всего, смотрит, видимо, в корень и лечит, ну вот, сам источник, что ли, болезни. Когда к вам приходит больной, например, уже с язвы желудка, какой в этой ситуации вы используете подход? Вот тут как раз я исхожу из того же самого цельного подхода к человеку. То есть язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки – это, прежде всего, заболевание системное, то есть это заболевание стресса. Почему оно вообще возникает? То есть это не болезнь желудка и желудочно-кишечного тракта, это болезнь, прежде всего, какого-то отсутствия гармонии в организме, в связи с тем, что часто, видимо, человек использует какие-то… То есть часто у него возникают нервные нагрузки, которые не находят естественного логического завершения в чем-то физической разгрузке, в физической работе или в каких-то там медитациях. То есть есть же очень много способов достижения вот этого гармонии в организме. То есть для того, чтобы вылечить язвенную болезнь желудка, нужно прежде всего восстановить вот эту самую гармонию энергетическую, психоэмоциональную в организме человека, пришедшего ко мне. И вот если ко мне приходит человек с язвенной болезнью желудка, то я прежде всего начинаю с того, что я смотрю полностью его по всем системам. То есть я провожу диагностику. Методов диагностики существует много и несколько их, по крайней мере, можно взять для того, чтобы определить, что еще у него не в порядке. Не бывает одной болезни в организме, бывает заболевание какого-то комплекса органов и систем. То есть это нарушение, опять же, энергетики. И вот человек… То есть после того, как я проведу ему подобного рода диагностику, я определяю уже, что с ним надо делать. Чаще всего я делаю ему, начиная с того, что я ему делаю какой-то массаж, массаж чаще всего рефлексогенных зон. Наверняка, если у него есть язвенная болезнь, то у него на спине, около позвоночной зоны, в околопозвоночных мышцах, есть такие зоны захариногетов, которые отвечают за… Ну то есть состояние этих кожных зон может свидетельствовать о состоянии внутреннего органа. И вот массаж этих кожных зон, воздействие на них, очень благотворно сказывается на том органе, за который они отвечают. Я считаю, что массаж подобного рода – это процедура врачебная, а не, допустим, какого-то массажиста и так далее. Но только очень высокопрофессиональный массажист может все это делать действительно на таком хорошем уровне. И еще человек должен вкладывать в это душу и энергию свою собственную, не жалея ничего для того, чтобы вылечить того человека, который пришел к вам. Вот. Дальше. Позвоночник. Очень часто бывают проблемы внутренних органов, тогда, когда есть какие-то нарушения в позвоночнике. В частности, тот же самый эстахандроз может вызывать висцеральные нарушения, так называемые. То есть это нарушение связано с тем, что от позвоночника идут нервные окончания волокна ко всем внутренним органам, которые есть у человека. В том числе и к язве, то есть к желудку, естественно, в котором в данном случае, о котором мы с вами говорим, есть какие-то проблемы. Я смотрю на эти позвонки, смотрю позвоночник в целом и провожу при необходимости его коррекцию. То есть это какие-то элементы мануальной терапии. После того, как мы наладили это все, мы уже можем переходить непосредственно к желудку. Но здесь воздействие идет разными способами. Во-первых, я уже довольно давно, в течение всех практически 15 лет своей работы использую аппликатор Кузнецова. На спине у нас находится несколько жизненно важных меридианов и очень много точек, которые являются сочувственными. То есть точки, которые помогают настроить внутренние органы разнообразные, в том числе и точки, которые настраивают работу желудочно-кишечного тракта. И меридиана желудка, и желудка самого как органа. Поэтому, когда мы человека кладем на этот самый игольчатый аппликатор, то эти точки начинают раздражаться. То есть это как бы вариант поверхностного иглоукалывания. То есть есть такой древнекитайский метод, метод Мэйхва Джейн называется. То есть это метод поверхностного иглоукалывания многоигольчатым молоточком. Вот я считаю, что аппликатор Кузнецова является вариантом этого метода. К тому же есть такая особенность в строении этих точек, что когда орган, за который отвечает эта точка, находится в каком-то патологическом состоянии, то эта точка увеличивается в размере, она становится более чувствительной к любому воздействию. А точка, отвечающая за органы, которые находятся в норме, она очень маленькая, она с булавочной головкой, всего-навсего. И поэтому, когда мы человека кладем на аппликатор, то происходит естественный выбор воздействия. То есть организм сам выбирает те точки, которые нужны ему для воздействия. Таким образом, применение аппликатора, допустим, в данном случае, возможно, абсолютно любым человеком и абсолютно безвредно для здоровья. Дальше. Это одна часть программы. Дальше. У человека есть, поскольку я рефлексотерапевт. Я работаю чаще всего с точками ушной раковины. То есть это наиболее удобно. Это отдельная совершенно микроакупунктурная система, воздействие на которую можно использовать практически в любых случаях. И почти всегда она дает очень быстрый и хороший результат. Допустим, на ухе есть определенные точки общего воздействия, определенные точки желудка, отвечающие за это. И кроме того, предварительно я уже провел пациенту обследование, в том числе и по точкам ушной раковины. Я знаю, какие точки находятся в норме, какие точки находятся не в норме. Именно на них я воздействую. Это может быть воздействие электропунктурным аппаратом любым. Это может быть воздействием маленькими иголочками. Кроме того, в последнее время появилась очень, на мой взгляд, очень перспективная, очень интересная система Суджок. Эту систему изобрел китайский врач Пак Чжи Ву совсем недавно. Ей буквально 20 лет, не больше, с момента ее возникновения. Что конкретно включает в себя воздействие по системе Суджок? Воздействие по системе Суджок осуществляется на двух уровнях, как правило. Это уровень самого органа и уровень системы меридианов. То есть профессор Пак изобрел, он перенес систему меридианов, которая на всем человеческом теле, всего-навсего, на кисть и на стопу. То есть воздействие на два пальца руки или на два пальца ноги, можно воздействовать на ход энергии во всем организме. Вот это уровень воздействия по системе Суджок на систему меридианов, на энергетику. Каким образом происходит это воздействие? Это воздействие происходит посредством иглоукалывания по системе Суджок. То есть есть маленькие иголочки, которые вводятся специальным инъектором. Кстати, с моей точки зрения и с точки зрения моих пациентов, это самый безболезненный метод введения игл. То есть он намного менее болезненный, чем, допустим, классическая рефлексотерапия, иглорефлексотерапия. И второй метод воздействия. Ну, собственно, воздействие на энергию, вот таким вот образом, это довольно сложный уровень воздействия. Все-таки лучше, чтобы им занимался профессионал. А вот второй метод воздействия, который я тоже использую обязательно, это воздействие непосредственно на сам орган. То есть поскольку система Суджок, она основана на полном соответствии кисти человеческому телу, то предположительно мы знаем, где находится тот или иной орган, где находятся точки или зона, которая отвечает за этот орган. И мы воздействуем на нее теми же самыми иголками. И вот используя все это вместе, все это вместе, получается, на мой взгляд, в общем-то, очень неплохой результат. В этом и суть моей системы. Соединение всего того, о чем я только что говорил в одном лечебном сеансе. Какой конкретный метод лечения был применен к Вам? Ну, мне кажется, не один метод. Ну, вот один из самых для меня, так сказать, неожиданных и интересных даже, если человек любознательный, любопытный, вот этот метод Суджок. Вот это мелкие иголочки, причем, ну, рука трактуется как человеческое тело, и все точки как бы соответствуют. И, причем, я убедился в этом сразу же, потому что он методом еще диагностирования делал в зависимости от реакции каких-то точек. Он просто говорил, что у меня не в том порядке, так скажем, как хотелось бы. Не в том смысле, слава Богу, что у меня каких-то особых проблем, так сказать, он не обнаружил, но какие-то вещи, на которые обратить внимание, он совершенно точно. Ну, и делал из руки такое некое подобие ежика, натыканное в пальцах, там, вот, все какие-то... Мне кажется, еще какие-то виртуозной точностью надо обладать, какая рука, потому что это малюсенькая иголочка, и, видимо, точка тоже, это не область, а именно точка. Это было не болезненно? Ну, как сказать, ну, когда комар кусает муха, ну, никакие-то ощущения, естественно, она еще есть в этот момент. Ну, не страшно. Ну, нет, абсолютно, абсолютно не страшно. В этой передаче мы планируем открыть рубрику о применении народных средств в домашних условиях. Сейчас мы расскажем о лечении печени с использованием народных методов. Поможет нам в этом ассистент Алексей Николаевич. Итак, начнем мы с того, что мы будем использовать систему суджок, о которой мы говорили уже в этой нашей передаче. Значит, по системе суджок печень находится на правой руке в районе возвышения большого пальца, вот примерно в этом месте. Для того, чтобы определить точки, которые наиболее нуждаются в воздействии, мы должны взять в руки какой-нибудь щуп. Вот у меня в руках диагностический щуп, но можно взять также ручку или карандаш, или просто даже спичку можно взять. И провести диагностику вот этой области, области печени. То есть мы нажимаем на определенные точки с одинаковой силой, примерно через равное расстояние, и выявляем те места, которые наиболее болезненны. Когда мы находим это место, мы отмечаем его или ручкой, или карандашом, для того, чтобы запомнить, или просто запоминать. После того, когда мы выявили эти места, мы будем использовать метод семянной терапии. То есть это лучше всего, я лично люблю применять для этой цели гречневую крупу. Берется цельная гречневая крупа и накладывается на руку, для того, чтобы в необходимое воздействие подвергались те точки, которые были нами только что выявлены. То есть болевые точки, не на все надо их накладывать. Вот таким вот образом мы накладываем эту гречку и прикрепляем ее ликопластырем. Вот таким вот образом закрепляем ее на этом месте. И в дальнейшем вы можете в течение двух-трех часов достаточно активно массировать вот эту зону. Тем самым будет подвергаться воздействию вашей печени. То есть будет происходить стимуляция ее функций и будет происходить некоторый лечебный эффект. Кстати, вот именно этот метод очень бы хорошо сочетать с методиками очистки печени, которые у нас уже многие знают. Это очистка по Семеновой с помощью оливкового масла и лимонного сока. Ну и другие методы очистки печени, они могут быть здесь применены. Почему? Потому что вот этот метод – идеальная подготовка к очистке печени. Печень уже будет готова к тому, чтобы освободиться от всего того, что мешает ей работать от камней или от каких-то комков слизи, которые находятся в печеночных протоках. Активно массировать вот эту область необходимо в течение двух часов. А дальше можно уже, можно это снять и повторить процедуру, допустим, на следующий день. То же самое, если говорить о другой руке, то она находится, поскольку печень – это орган не парный, он находится в организме только в единственном экземпляре, в отличие, допустим, от почек, то его надо искать и на другой руке. Но на другой руке он будет находиться не совсем там. То есть он, поиск происходит таким образом. Одна рука – правая, это основная, левая – это дополнительная. Поэтому это будет вторая зона соответствия, она будет находиться уже с другой стороны руки. То есть не со стороны возвышения большого пальца, а там, где есть ребро ладони. Система поиска та же самая. Вот здесь находится печень, и мы производим диагностику каким-нибудь диагностическим щупом. Ну а все остальное точно так же. То есть вы, допустим, можете два часа продержать гречку на этой руке, это два часа на этой. Но основным критерием все же является болезненность при нажимании на эти точки. Точки, которые не болезненны при нажатии, на них, в общем, воздействия совершенно необходимости нет, потому что они не являются ключевыми в этом вопросе. Ну вот это все, что касается системы Суджок. Теперь, то, что мы можем использовать ежедневно, и то, что дает результат, это воздействие на точки уха, на точки ушной раковины. Вот в месте, где ножка завитка приходит в полость раковины, находится как раз в точке, отвечающей за желудочно-кишечный тракт. То есть вот в полости раковины находятся вообще все точки, отвечающие за внутренние органы. Вот здесь, вот чуть-чуть выше вот этой ножки завитка, находится точка печени. И, собственно говоря, саму точку завитка тоже можно трогать. Здесь можно на нее воздействовать. Здесь находится точка желудка, которая является как бы организатором, то есть она объединяет всю функцию желудочно-кишечного тракта, в том числе и функцию печени. Ну, здесь гречку прилепить сюда мы не можем. Здесь лучше всего воздействовать массажными приемами. То есть взять спичку, на кончик ее немножечко сделать ватой, для того, чтобы она не повреждала вам кожу, и просто помассировать вот эти точки. Вы просто их запомните, они будут наверняка болезненные, если у вас есть проблемы с печенью. И вы просто, вот, Оксана, вам больно сейчас, да? Чувствительно. Вот это тоже говорит о том, что мы находимся как раз в той точке, на которую необходимо воздействовать. Воздействие должно быть в течение какого времени? Воздействие на точке уха должно быть достаточно кратковременным. То есть где-то в течение 1-2 минут вы помассируете, где-то достаточно полчаса подождать и снова помассируете. Кстати, вот на эти же точки можно воздействовать тогда, когда есть какие-то болевые проблемы. То есть когда есть тяжесть в области права подребения, когда есть боли в печени, то есть когда есть то, что мешает вам сейчас нормально жить. Это можно самому массировать или попросить кого-то лучше? Лучше всего, чтобы кто-то из ваших близких вам это сделал. Но тем не менее, когда вы будете по ощущениям по своим знать эти точки, вы можете уже массировать это и самостоятельно. На этом наша передача заканчивается. В дальнейшем мы продолжим разговор о нетрадиционных методах медицины и представим на выбор несколько старинных рецептов зеленой кухни. А пока, до встречи!